Всем доброе утро, мои хорошие! Я вчера вечером приехала от дочки и мне вчера ничего не стало снимать, потому что была уставшая, ничего не хотелось. Просто главное было отдохнуть и это спаться. Сегодня я уже чувствую себя лучше, бодрее и веселее. Вот. И что вам хочу сказать? В этом видео я хочу поотвечать на некоторые вопросы на комментариях. Ну и первый вопрос, на который я хочу сейчас ответить. Вернее, это даже не вопрос, это просто комплимент. Одна подписчица написала мне, что-то вы выглядите плохо, мама Чоли, в последнее время. Может быть, таблетки эти виноваты, которые вы пьете. Честно говоря, мне такой комментарий, в общем, даже рассмешил. Спасибо за антикомплимент. Вообще такое, знаете, женщине говорить плохо выглядите. Я, например, даже никогда, даже если вижу, что кто-то плохо выглядит, такого я никогда человеку не скажу. Человек может впасть в вообще, не знаю, плохое настроение быть, в комплексы какие-то впасть и так далее. Но у меня комплексов нету. И я снимаюсь такая, какая есть, потому что это влоги. Вот, девочки, я снимаю влоги, да. Я какая есть, вот я проснулась в просоне, там, мешки под глазами, отекшая какая-нибудь, может быть, или еще, не накрашенная, какая угодно. И, в общем, вот такая я вам, какая проснулась, такая и есть, снимаю. Потом в течение дня я могу привести себя в порядок, уже там выглядеть через несколько часов уже получше. Это во-первых. А во-вторых, я же, девочки, не молодею. И, ну, естественно, что я чем дальше, тем буду выглядеть не лучше и не молодее, да. Буду, наверное, хуже выглядеть как-то. Но, по крайней мере, стараюсь следить за собой. Вот, и еще очень многое зависит от освещения. Вот сейчас у меня в кухне горит просто одна лампа. Вот верхняя лампа, яркая она, горит одна. И бывает, когда я что-то быстренько хочу вам сказать, у меня нету времени вот эту ставить сюда лампу и вот включать этот свет. Поэтому вот при этом освещении я выгляжу так, как сейчас. А сейчас я включу подсветку и посмотрите разницу. Вуаля, свет загорелся. Теперь уже подсветка немножечко лицо делает другим. Уже не так видны мешки и так далее, да, под глазами. Уже более-менее. Но это я еще вообще даже не умывалась, не приводила себя в порядок. Не умывалась почему? Потому что я, когда от дочки приезжаю, у меня почему-то такое желание первое. Ну, помимо того, что я там несколько дней, вот я на данный момент три дня там пробыла. И мне нужно уже сделать уход за лицом, за волосами и так далее. Волосы надо покрасить. Вот я вижу, корни отросли. Ну, а за лицом вот я на данный момент хочу сделать опять вот эти три шага. Это микропилинг такой от Фаберлик. Почистить личико, чтобы оно было гладеньким и классненьким. Вот сейчас я этим займусь. Ну, и по ходу дела буду рассказывать, что там мы делали. Я не стала у дочки ничего снимать. Так, закрываем. Убираем волосики. Корни вижу отросли. Надо делать. Так, первое, что у меня, шаг А, да. Намажем на 10 минут шаг А. Девочки, закончили вчера работу. Вот инсталляцию в туалете дочки делали. В общем, хочу сказать, туалет преобразился. Такой стал классненький. Такой прям симпатичный. Но ничего я не снимала, потому что это эксклюзив дочки. Она там вам снимает всё. И я не хочу красть впечатления. Пусть это будет её видео эксклюзив. Посмотрим. Я сама с удовольствием посмотрю, что она там. Она там снимает всё как-то поэтапно. Это я вот как стихийное бедствие снимаю, знаете. Здесь и сейчас. И у меня видео выходит раньше, чем у неё. Поэтому я решила не красть впечатлений. Ну и заодно мы там, конечно, сделали ещё раз перестановочку в спальне. Мы стараемся сделать, чтобы это было всё и удобно, и уютно. По ходу дела передвигаем мебель. То так поставили, потом так поставили, как лучше. Но что-то она там докупает, в общем, улучшает. Спальня тоже параллельно преобразуется и становится получше, посимпатичнее. Вот. Так что всё там хорошо, всё прекрасно. Так. Пора уже почистить личико. Я вот, видите, не в зеркало смотрюсь, а в вас смотрюсь. Вообще вот эти три дня я ничего не снимала. Просто принципиально ничего не хотела там снимать. Хотя и снимать-то особо было нечего. Я ничего такого нового не готовила. Всё как бы как обычно, как всегда. Вот. Ну и потом там был такой бардак. Знаете, когда рабочие работали, я вам показывала в предыдущем видео, там кусочки. Конечно, там это вся грязь. Ну, когда вот это вот грязь рабочая, я, конечно, дочку с Дэней отпускала куда-нибудь, чтобы они прогулялись, прогулялись для того, чтобы там ребёнок не бегал. Но ему же хочется побегать. А там такое творится. Вот. Поэтому я просто там какой-нибудь сериальчик себе включала, а их отпускала где-нибудь. В гости там поехать. В торговый центр погулять где-нибудь. Так что, в общем-то, особо снимать не было нечего. Я уже за вами успела соскочиться. Ну, по ходу я, конечно, читаю комментарии. И некоторые комментарии, конечно, хочется прокомментировать. Вот. Так, всё, девочки. Вот это я сейчас оставлю на 10 минут. Через 10 минут я смою. И будет у меня второй этап. Это будет пилинг. Всё. Сейчас красоту наведём. Потом посмотрите, какая буду красивая потом. Я не знаю. Когда мне пишут вот такое вот. Вы плохо выглядите. Ну и что? Это констатация факта, что ли? Ну и что? Ну, допустим, я выгляжу плохо. Дальше что? Что из этого? Мне как-то, знаете, пофигу. Я выгляжу. Я знаю, что я выгляжу один раз хуже, один раз лучше. Если женщина накрасится, накрасится, ну, понятное дело, она будет выглядеть лучше. Если она не накрашенная, уставшая, замученная, она будет выглядеть хуже. Это естественно. Человек не может всё время блистать. Даже звёзды, которые вот у нас на экране телевизора показываются, ну, конечно, они там во всей красе, накрашенные, красивые и всё такое прочее. А если снять её дома с просонью умытую, она совсем будет по-другому выглядеть. Я всё это проходила, я всё это знаю. Поэтому я какая есть, такая есть. Я себя такую люблю. Ну, я себя такую принимаю. Кому не нравится, пишите на себя жалобу. Это шутка. Так, ну всё, девочки. Делаем паузу. Всё, девочки. Промокнула я лицо. Умыла первый этап. И теперь второй этап намазываем. Намазываем красоту такую. Это у меня скрабик уже такой, микропилинг. Так, ну давайте продолжим отвечать на вопросы. Не на вопросы, не на вопросы, пусть и на комментарии. Ещё один комментарий мне написала, значит, о вреде. Женщина написала о вреде свинины. Что свинину есть вредно. Девочки, я знаю. Представляете? Я в курсе о том, что свинина вредна. Я в курсе о том, что пирожные тоже вредно для здоровья. Но дело в том, что вот вся моя любимая еда, всё, что я люблю, оно всё вредное оказывается. Представляете? Свинина вредная, а я её люблю. Пирожные, мороженое вредно тоже. Сладкое, всё такое. Ну, что поделаешь. Хочется есть. Хочется, знаете, получить удовольствие от еды. Ещё одна девушка мне написала. При всём уважении вы понятия не имеете, что такое депрессия. Я упомянула в прошлом влоге, что депрессуха меня там посетила. В каком-то вот контексте сказала. Вот представьте себе, я знаю, что это такое. Ну, во-первых, понятное дело, что я пробила это дело по интернету. Описание, что депрессия, я знаю, что это болезнь, это такое состояние, когда ничего не хочется и жить не хочется. Вот я знаю, что это такое состояние. Я помню, как-то несколько лет назад, я ещё работала тогда, и тоже я была как-то вот на диете, что-то я там худела, углеводы очень, прям убавила до минимума, практически их не ела, без хлеба там всё, без сладкого, естественно, без ничего. И что-то я вот, вы знаете, у меня такое состояние, вот просто впало в какую-то такую депрессию. В один какой-то вот день я прекрасно проснулась, утром иду на работу, и вот что-то вот такое на меня нахлынуло, такие, знаете, вот мысли, к чему всё это, вот к чему это всё похудение, зачем это нужно, ну и что, и похудею я, и что это. Просто выглядеть лучше, красивее, лучше, а зачем это нужно? А вообще зачем вот я иду на работу, зачем я зарабатываю деньги? Для того, чтобы купить что-то себе, мебель, одежду. А зачем опять-таки всё это нужно? И в конце концов меня мысли завели в такую глубину мысли, что я просто аж сама испугалась своих мыслей. Просто, вы знаете, доходят мысли иногда до такого, ну вот это тогда было такое состояние, что мысли довели меня до того, что вообще нет смысла жить. Просто смысла в этом нету, это всё какая-то суета, копотня, знаете, как муравьи, копошатся, 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 в итоге всё равно мы сиуем. Вот поэтому, знаете, такие мысли, конечно, я потом начала анализировать, а почему вдруг такие мысли вот уже пришли в голову, как такое могло случиться? И, в общем, мой психоанализ довёл меня до того, что я поняла, что, ну, когда человек лишён всех удовольствий жизни, вообще всех абсолютно, то как бы, ну, как бы так вот иногда и получается, что смысла, в общем, во всём этом нет. Но я не хочу сейчас о грустном, вообще я эти мысли все отгоняю от себя, потому что, если вы хотите съесть пирожное, съешьте пирожное, если вам улучшит это настроение, улучшит мысли, и пусть будет так. Вот эти мысли надо, конечно, от себя гнать. Если это не патология, если это не болезнь на самом деле, с которой вообще даже врачи трудно справляются, но это уже там патология, это уже химическое там состояние в организме. А если это просто вот такое вот депрессивное состояние, то есть нахлынуло, то нужно найти причины и их устранить, просто чтобы продолжать дальше жить. Вот и всё. Вот такие вот дела. Поэтому я, знаете, диету я соблюдаю с осторожностью, потому что я понимаю, что мысли не должны туда уйти, в эти дебри. Этого нельзя допускать. Так, ну всё, я уже натерла себе всё, пойду смывать. Я усиленно это всё себе тут прям почистила. Вообще, конечно, надо это делать всё слегка. Ну, я вот, бывает слегка, бывает не слегка. В общем, третий этап, это такой бальзамчик успокаивающий. Вот, теперь мы его нанесём, и всё должно успокоиться, устаканиться. Будет красота, неописуемая. Вот, а вообще, конечно, девочки, хочу вам сказать, мысли нельзя доводить до такого состояния. Всё от наших мыслей зависит. Всё. Вся наша жизнь. Поэтому, вот, я радуюсь, когда я утром проснусь, даже если рано утром, сегодня в пять часов проснулась. И когда просыпаешься, и радуешься жизни, радуешься солнышку, пенью птичек, даже бывает ненастная погода, дождь, я не люблю, конечно, такую пасмурную погоду. Ну, я напоминаю себе о том, что у природы нет плохой погоды, и природе нужен дождь тоже, чтобы полить землю. Зато воздух свежий, во всём надо плюсы находить. Ну, это, знаете, от натуры может зависеть. Есть люди, вот, просто по жизни, знаете, такие оптимистичные. Я лично оптимистичный человек по жизни. Ну, конечно, конечно, такие мысли, которые вот тогда посетили меня, они меня очень напугали. Я решила сделать всё, чтобы у меня эти мысли не посещали. Ни к чему. Всё, вот этот бальзамчик, можно крем уже не наносить, он такой, ой, мягенько-мягенько, личико становится. Ой, красота будет неописуемая, просто неописуемая красота. Ой, не знаю. А потом, если тоналочку нанести, выровнять тон лица, подкраситься чуть-чуть. Ну, чем не красавица будет? Ой, не могу. Вы плохо выглядите. Ну, вот написали. Рассмешили меня, девочки. Так, ну всё, в общем, лицо в порядке. Теперь нужно что? Голову покрасить надо теперь. Ну и вот, пришло время покрасить волосы. В общем, крашусь я, как всегда, Ботаника 10.0 краска у меня. И вот ампульный концентрат. Ну, я всё время разные беру. Я их добавляю для того, чтобы волосы были лучше. Здесь тюбик, пузырёк, перчатки, бальзамчик. Так, бальзамчик потом будет для ополаскивания волос, уже после окрашивания, когда буду мыть. Ну, и всё. Ну, и бальзамчик туда добавим тоже. Такое, знаете, маслянистое средство. Ну, вот и всё, готово. Теперь всё это надо хорошенько перемешать. Ну, вот, девочки, я накрасила голову. А сейчас уже пойду встречать рассвет. Там уже рассвело. Там тихо, тепло, классно ещё вообще. Бабье лето ещё пока не закончилось, но уже заканчивается. На улице тепло. Сколько там голодосов? 17. 17-18. Время сейчас без 15-7 утра. Вот, а птички ещё поют. И тихо. Мне нравится, когда тихо. Небо такое красивое, там далеко. Классно. Ну, там я вижу, там вдали уже туман. Вот над доном туман. Это вот действительно туман. Ну, вот остались последние тёплые деньки. Бабье лето заканчивается. Листики уже пожелтели. И уже к выходным, там на следующей неделе уже дожди. И холодно будет. У нас снизится резко температура. Наслаждаемся, в общем. Последними деньками уже лето. Бабье лето. Небо красивое такое. Вот где счастье. Выглянуло окошко. Хорошая погода, птички поют. Всё, радость жизни. Ну, вот и всё, девочки. Вот как лучше. Как было или как стало. Женщина поухаживала за собой, называется. Привела лицо в порядок. Голову покрасила, помыла. Привела в порядок. В общем, вся в порядке теперь. Но это я ещё не накрашена. Я только губы накрасила. Я не стала даже тоналку красить. Естественно, не стала красить глаза. Ну, тоналку не стала, потому что я только почистила лицо. Для того, чтобы поры не забивать сразу же. И, в общем-то, в мои планы сегодня краситься не входило. У меня сегодня день отдыха. Хотя, мне нужно ещё протестировать печку. И это будет отдельное видео. Вот. Ну, в общем, всё прокрасилось. Всё хорошо. Свежо выгляжу. Чувствую себя прекрасно. А кто считает, что я выгляжу плохо? Ну, это уже, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Лицо какое есть, такое есть. Другого нету. Заменить нечем. Смешно. Вот. Ну, всё, девочки мои хорошие. Я, в общем-то, поотвечала на ваши вопросы, на некоторые. Может быть, не на все ответила. У меня там был ещё один вопрос. Какая мощность мультиварки у меня? Ну, я вам хочу сказать. Я, вообще-то, мультиварку по мощности не выбирала. Вот мультиварка, которая у меня была белая, здесь стояла раньше, да. Это у меня сейчас уже мультикухня стоит. Там у меня мощность была поменьше. Я, вообще, выбирала по программам. И старалась выбирать так, чтобы у меня была программа мультиповар. Это самая высокая температура, которая есть в мультиварке. Если для жарки. Ну, если вам просто коротко сказать. У меня в белой мультиварке режим жарка, это было, по-моему, 150 градусов. И у меня котлетки, вот, например, если я жарила, они такие бледненькие становились. Они так вот особо не прожаривались. А в этой мультиварке тут уже режим жарка, 150, в общем, прожаривается всё. А режим мультиповар вообще 180. То есть, если нужно ещё выше температура, то она здесь будет ещё выше. Но мультиповаром я здесь даже и не пользовалась. Вот. Ну, и остальные режимы, которые вас интересуют, выбирайте по режимам. Например, режим йогурт, там температура 37-38 градусов поддерживается. И тоже вот уже можно делать йогурт, деликатная такая температура. То есть, большой диапазон температур в хорошей мультиварке. И выбирайте также чашу, чтобы чаша была не обычное антипригарное покрытие, а, например, керамическое, чтобы вот уже когда моете, прям водичка сразу, знаете, как капельки отталкивается. Вот. Ну, вот на этот вопрос, мне кажется, я вполне ответила. Мощность я там написала. 860-1000 вот на этой мультикухне. Но я по мощности никогда не определяла выбор своей, допустим, мультиварки. Почему мультикухня называется? Потому что здесь можно поднимать тэны и ставить сковороду и жарить ещё, помимо всего прочего. Здесь я и хлеб уже выпекала и чего только не делала. В общем, можно делать всё и можно без плиты вообще обойтись. Но плита нужна. В принципе, духовка в плите, она уже по-другому выпекает и жарится по-другому всё. Плита, конечно, более мощные уже температуры, более высокие идут. А ещё один был такой вопросик. Почему я на плиту индукционную подстилаю под сковороду салфеточку? Девочки, ну прикольно. Ну, во-первых, просто капельки вот эти жира брызгаются, меньше потом мыть. Она не царапается от сковороды, переворачивать. В общем, просто так вот подстилаю, потому что мне так хочется по приколу. Но я уже убрала всю эту индукционную плиту. Всё, теперь у меня будет готовиться всё тихо и всё прекрасно. Вот. Ну, о плите новой моей мы уже поговорим в отдельном видео. Я буду готовить. Вот, кстати, сегодня нужно что-то приготовить мне. И заодно протестирую мою новую плиту. Ну, а на этом я хочу видео своё закончить. Девочки, напишите в комментариях, кому нравится, когда я накрашенная, когда не накрашенная. Кстати, как-то мне кто-то написал, вот, вам не накрашенной лучше. И по жизни, в принципе, я раньше красилась вообще очень сильно. Но сейчас мне, честно говоря, уже не кайф, ни к чему. И я себя принимаю такой, какая есть. Как я выгляжу, так и выгляжу. Я знаю, что я, когда захочу выглядеть лучше, я могу это сделать. Но когда я снимаю влоги, и я снимаю, вот я проснулась, я сняла что-то кусочек. Потом я походила, что-то сняла кусочек. Я не могу с утра до вечера ходить на крашеные. У меня от косметики буквально через 2 часа начинают болеть глаза. Даже если глаза не накрашенные, только тонал. Почему-то всё равно начинают болеть глаза. Вот, поэтому я крашусь не всегда. Иногда бывает, когда я сажусь снимать стационарное видео, например, там, Василёк. Да, я могу подкраситься, села, сняла, показала, рассказала. Вот видео сняла, потом пошла и умылась. То есть я не хожу целый день на крашеные. Ну, поэтому я и не крашусь. Только по какому-то особому поводу, по какому-то случаю. И не на целый день. Стараюсь вот несколько часов, и мне надо уже всё смывать. Потому что глаза краснеют, начинают сжечь, болеть. В общем, неприятные ощущения. Вот, так что принимайте меня, девочки, такой, какая есть. Вот такая, какая есть. Вот такая я такая вот и есть. Ну, всё, мои хорошие. Прощаюсь с вами. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.